Продолжаем наш выпуск и далее спецрасследование новостей ТВК. Сегодня речь пойдет о тайных знаках дорожных инспекторов. Правда ли, что сотрудники ГИБДД ставят метки на водительских удостоверениях и что они могут значить? Сегодня этой темой занималась Наталья Дудина, она и разбиралась, проводила спецрасследование. Наталья, я вот когда увидела анонс, меня очень заинтересовала эта тема, заинтриговала. Что за метки? Как они выглядят? Зачем? Расскажите, объясните. Ксения, а тут могут быть черточки, точки, выдавленные обычной шариковой ручкой. Водителям даже не обратить на это никакого внимания. Они действительно еле заметны и можно подумать, что это просто помарка на водительском удостоверении. И герои нашего спецрасследования никогда бы и не подумали, что могли бы стать меченными водителями. Смотрим. Черная метка. Черная метка не от пирата, а от дорожного инспектора. Теперь метки раздают не в трактирах, а на дороге. Сколько мечных водителей разъезжают по городу, неизвестно. Сколько инспекторов занимается черной магией, непонятно. Те, кто по неволе получил тайную метку от автоинспектора, никогда бы об этом не узнал. Если бы сам дорожный инспектор в этом не признался. Спасибо доброму человеку. Сотрудник ГИБДД остановил меня возле Крайовой администрации. И так, к сожалению, он сказал, скандалите, видимо, с нашими. Я говорю, да, вроде нет. Он говорит, ну, у вас права помечены, аккуратнее ездите. Единственное, что он сказал, вы, видимо, спорили с нашими. И я говорю, ну, спорила, ну да, было дело. У Тамары Васильевой, ведущей телекомпании ТВК, метка прямо под серией водительского удостоверения. Разглядеть ее можно либо под правильным углом, либо при помощи сканера. Вот она, небольшая черточка, выдавленная шариковой ручкой. На языке автоинспекторов скандалистка. В интернете есть целые пособия о том, что могут обозначать метки на водительских удостоверениях. Вот самые популярные из них. Точка на носу водителя задерживали в состоянии алкогольного опьянения. Метка на ушах. Автолюбитель жадный. И что самое обидное для сотрудников ГИБДД, юридически подкованный. Точка либо прокол в районе левого глаза денег не даст и будет ругаться. В районе правого глаза спокойно даст денег, если вежливо попросить. А вот двумя точками награждаются исключительно супервредные водители. Такую черную метку поставили Александру. Мы не показываем его лица и, естественно, его права, чтобы не вызвать гнев со стороны автоинспекторов. А вот его история. Полез в бумажник перебирать документы и обнаружил, что на правах стоят метки. Вот оба глаза проколоты. Последняя остановка была где-то полгода назад. Это произошло в городе Ачинске. За нарушение меня остановили за проезд на запрещающий сигнал светофора. Как бы долгие там разбирательства были, препирания всевозможные. В общем, ну, не заметил. Протокол выписали. Права отдали, документы вернули. Все, как бы, поехал дальше. Говорят, метки – это своеобразная шифровка, способ предупреждения других инспекторов о возможной опасности со стороны водителя. Мы спросили у стражей порядка на дорогах, что они думают или знают по поводу меток. В ответ – предположения и шутки. Да и начальник ГИБДД города предположил, если бы ставить метки на водительских удостоверениях было бы нормой, никто бы в этом не признался. И уточнил, если вдруг узнает о подобном рукоделии, то сразу же поставит свою, особую метку в трудовой книжке. Это проблема, на самом деле, для морального удовлетворения человека, так скажем, ну, не хочу говорить это слово, некрасивое, морального урода, который надел форму и считает, что ему все позволено. Вот от таких мы избавляемся в первую очередь. Тем не менее, вопрос остается открытым. Если метка есть, значит, ее кто-то ставил. Наталья Дудина, Сергей Камашев, Новости ТВК. Если вы после нашего спецрасследования обнаружили, что у вас тоже есть метки на правах, либо вам есть что сказать по поводу работы дорожных инспекторов, то отправляйте сообщение на номер 9020 с пометкой ТВК, либо заходите в мой блог на сайте телекомпании. На этом у меня все. Ксения. Я представляю, что...